Всем привет! В этом ролике мы покажем вам обзор квартиры, в которой выполнялся ремонт по дизайн-проекту в современном стиле. Площадь квартиры 70 квадратных метров. В квартире была выполнена перепланировка, в результате которой мы получили изолированную спальню с гардеробной, две лоджии, объединенную кухню, гостиную и прихожую, а также душевую комнату. Проект реализован в формате «Заезжай и живи». Это значит, что здесь выполнены не только все отделочные работы, но и окончена вся комплектация мебелью и бытовой техникой. Остается лишь завести свои личные вещи и наслаждаться новой квартирой. Ну что, начинаем наш рум-тур. Находимся мы с вами в прихожей. Тут, собственно говоря, одно такое общее пространство. Это прихожая, кухня, гостиная. 36 квадратных метров. Вот такая вот площадь у этого общего помещения. Итак, на входе нас встречает подвесная консоль. Выполнена она в эмали в сером цвете. Здесь можно хранить такую мелочевку, ключи, портмоне, деньги, бриллианты, все что угодно. А сверху можно поставить какой-то красивый декор и вот сумку тоже сюда можно ложить, когда приходишь. А для того, чтобы полюбоваться собой перед выходом или входом, есть вот такое большое зеркало в потолок и подвесные светильники. Все стены в этой квартире выполнены под окраску и вот здесь вот в районе консоли есть такая акцентная вставка в виде гипсовых 3D панели. И вот эти вот светильники, кстати, тоже над консолью включаются и даже выключаются отдельно. Конечно, когда мы заходим в квартиру, нам нужно куда-то сложить свою верхнюю одежду. Вот есть здесь открытая зона с крючками, то есть это можно использовать для гостей. Например, пришли гости, чтобы в шкаф не прятать, вот сюда повесил. А для того, чтобы уже хранить вещи посерьезно, есть вот такой большой вместительный шкаф-гардевол. Здесь довольно много места и для хранения обуви, и штанга, чтобы вешать что-то на плечики. И даже вот туда наверх можно закинуть какие-то коробки с обувью и так далее. Но и на этом наши дизайнеры и мебельщики не остановились и сделали еще один шкаф. Да, здесь, собственно говоря, точно такой же шкаф, нет, на один отсек больше, да. Вот здесь у нас в одном отсеке вот находятся наши, как всегда уже по классе, электрические щиты. Здесь же установлен Wi-Fi роутер, вот, ну тоже такое хорошее наполнение. Здесь вот для верхней одежды, вверху антисоль. Ограничить его для скрытой двери. Все, продумано до смолочей. Зону, центральное место, где будут встречаться с гостями, проводить больше всего времени. Условно разрегано на две зоны. Зону кухни, но и в зону прихожей. На кухне самое основное это что? Кухонный гарнитур. И он здесь получился действительно очень крутой. Все фасады в эмаль, белый цвет, столешница из камня, фартук из керамогранита. Наполнение по кухне тоже очень богатое. Давай покажем? Давай. Мойка, кстати, и смеситель у нас здесь японского бренда Amakiri и дозатор тоже. Ну, здесь, собственно говоря, все стандартно. Место под мусорное ведро. Здесь же у нас установлена система подготовки питьевой воды. Там мы можем видеть узел учета с фильтрами грубой очистки, системой против протечек. Вот здесь у нас посудомоечная машина Bosch. Здесь вот нестандартное решение для кухни. Обычно вот эта история, куда вы сложите, складываете тарелки, чтобы они стекали, находится над мойкой. Но по пожеланию загадщиков она была сделана именно вот в этом отсеке. Ну, внизу такой же подвижной шкаф для хранения посуды. Здесь что у нас? А, вот здесь, кстати, у нас для хранения вилок, ложек. Вся фурнитура здесь Blume. Да, это вот так вот отстегивается. И здесь у нас такой огромный отсек. Не знаю, что можно хранить в кастрюле. Индукционная варочная панель. Вот, ну, вверху также у нас, получается, распашные шкафы. Со множеством различных полок. Встроенная вытяжка, естественно. Тоже распашной. Просто хранение. Ну, и, конечно же, пенал, в котором встроен духовой шкаф, микроволновка. Ну, и в конце вот такая красивая витрина. С подсветкой. Да, там хранится будет такая парадная посуда, которая используется на Новый год по каким-то торжествам. Ну, и там также можно хранить какие-то красивые спиртные напитки, виски, вино. Здорово. Ну, и, кстати, вот самая, наверное, крутая вещь на этой кухне, на мой взгляд, это, конечно же, вот этот вот холодильник. Ата сайт бай сайт. Тут в нем просто можно спрятаться, наверное, в этом холодильнике. Я сравниваю его со своим холодильником встроенным, который у меня дома, да? Ну, это точно X2. Да, огромный холодильник. Вообще кайф. Там даже вот такая панель. Паста. Светящаяся. В проекте использованы все современные тренды. Натяжные потолки на теневом профиле, встроенное освещение, стены под окраску, молдинги и 3D-панели, скрытые двери и плинтуса, дизайнерские радиаторы и многое другое. Из кухни мы можем попасть на лоджию. Зонировано все это дело вот такими стеклянными перегородками производства Аристо. Черный алюминиевый профиль и стекло. А за всем этим делом находится, можно сказать, такая рабочая зона, кабинет, чтобы можно было сидеть за письменным столом работы и смотреть на вид из окна. От застройщиков здесь остались большие витражи. Также одна из стен полностью закрыта стеллажом и вверху стеллажа располагается сприт-система. Здесь есть дополнительная зона хранения. Ну и отапливается эта лоджия с помощью электрического теплого пола, который у нас уложен под керамогранитом. Сюда дополнительно радиатор не выносили. А еще вот тут такая особенность. Эту лоджию делили, получается, на две части. И это вот вентилируемый фасад у нас, собственно говоря. Здесь мы ничего не можем поменять. Давай покажем вот эту вот часть. И здесь вот мы для того, чтобы состыковать перегородку с остеклением, использовали теневой профиль. Тоже, кстати, получилось очень аккуратно. Здесь теневой профиль у нас приходит в стекло. Вот стекло все равно здесь меняется снаружи. Такой вот получился аккуратный стык. Да, как будто так и должно было быть. Идем дальше. На этом объекте у нас установлены две двери Invisible с полотнами под окраску. Производитель этих дверей Profile Doors. Они в черном цвете. То есть черного цвета у нас коробка, окантовка полотна, ну и, соответственно, фурнитура. Особенность таких дверей состоит в том, что коробки устанавливаются на стадии черновых работ и требуют очень качественной подготовки стен. Про скрытые двери у нас есть отдельный ролик на нашем канале. Переходите в описании к данному видео. Ну, у нас, несмотря на то, что интерьер такой больше современный, да, тем не менее, здесь присутствуют такие вот элементы, как молдинги, например, которые больше подходят к неоклассическому стилю. И здесь у нас зона гостиной. Красивый, удобный диван. Я по традиции пробую все диваны. Давай. Во всех наших объектах. Классный, удобный диван. Классный телевизор. Тоже много мебели. Вот вся вот эта панель. Давай, кстати, ее включим. Здесь есть подсветка. За телевизором мебельный щит. Также окрашенный, как и кухня. За которым есть светодиодная подсветка. И вот создается такой классный эффект. Особенно красиво. Это смотрится в вечернее время, когда вообще весь свет отключаешь, а этот только оставляешь. И вообще выглядит класс. Внизу большая ТВ-тумба. Зачастую их делают подвесными. Такой тренд, да. А это именно стоит на полу. В ней есть розетки, а также кабель-канал, который соединяет эту зону с телевизором. То есть вы, например, хотите установить приставку или какой-нибудь проигрыватель. И с помощью отверстия в мебель вы прокидываете кабель, поднимаете его по кабель-каналу и подключаете к телевизору. Таким образом у вас не болтаются провода. Ну да, то есть оборудование у вас может стоять на этой тумбе, а провода болтаться не будут. И у нас есть одно рабочее место, получается, вот в зоне лоджии мы его показали. И это вот еще одно рабочее место. Заказчики этой квартиры, молодые ребята, которые работают на удаленке. Собственно говоря, вот тоже полноценное рабочее место. Здесь множество всяких полочек. Не знаю, можно тут поставить книги. Здесь вот закрытый такой стеллаж. Здесь есть розетки как над столом, так и под столом. Это очень удобно. Например, если у вас стационарный компьютер, то вам, конечно, удобнее его подключить под столом. И потом провести провода через специальный лючок в столе. Ну а если, допустим, вы пользуетесь ноутбуком, то тянуться под низ его каждый раз подключать к зарядке неудобно. И удобнее пользоваться вот этими розетками. Вот тоже такой небольшой секрет. И свет, кстати, здесь вот отдельно можно включать именно над столом. То есть мы можем выключить там. Он там, правда, выключается. Основной свет на трековом светильнике. Но вот зона именно над столом, она у нас включается и выключается здесь. Да, тоже такая классная история. Не в каждый трековый светильник трековый шинопровод обладает такой функцией. Да, это трехфазный трековый шинопровод. Мы идем в следующее помещение. А вы не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. На этом объекте мы заменили радиаторы от застройщика. Установили вот такие вот вертикальные трубчатые дизайнерские радиаторы в черном акцентном цвете. Самое приватное место в любой квартире или доме это спальня. Идем смотреть ее. Вот, кстати, чтобы не разбить зеркало дверью, здесь у нас также установлен скрытый магнитный ограничитель. Заходя в зону спальни, мы сразу попадаем в гардеробную. Здесь, за этими раздвижными алюминиевыми дверьми, также производитель Риста этих дверей, располагается такая просторная, я бы сказал, для квартиры, в такой площади гардеробная. То есть тут множество систем хранения, есть даже вот подсветка для того, чтобы можно было удобно здесь пользоваться. Здесь, кстати, еще даже гладилка есть. Смотри, она вот так выезжает, прямо у нее такое системное место продумано, то есть заранее, что она здесь будет располагаться. Вот так ее оп раздвинул, тут розеточка, утюг подключить и все. Футболочки. Да, очень удобно. И, кстати, гладилка такая, прям вот, ну, хорошая. В черном цвете, да. Здесь окнат наперная и гладилка черная. Тоже вот классно получилось, мне кажется, подобрать. Все это дело в один цвет. Идем еще, посмотрим, что здесь есть. Большой шкаф вот здесь расположился. Такой шкаф. Во-первых, он глубокий. Во-вторых, тут уже установлено, можно увидеть такой зарядный модуль для пылесоса. Есть розетка и можно сюда, вот пылесос такой вертикальный, знаете, вот его можно поставить и заряжать. Тоже очень удобно. Переходим дальше. Всем дальше. Что у нас здесь? У нас здесь непосредственно спальня, да. Здесь у нас располагается макияжный столик с таким вот большим зеркалом. Зеркало с подсветкой. То есть тут хозяйке точно будет удобно делать себе макияж. Выдвижные ящички. Ну, кровать здесь метр шестьдесят. Небольшая, но в принципе стандартная двухспальная кровать. Две прикроватные тумбы и над каждой тумбой светильники. С одной стороны здесь подвесные светильники. С противоположной стороны это брак. Так как изначально по планировке здесь была ленточная лоджия, которую мы разъединили, то получается, что из спальни есть выход на лоджию, куда мы сейчас с вами и направимся для того, чтобы посмотреть, что у нас там. На этом объекте у нас используется скрытый имплинтус производителя Union. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с теневым профилем напольным. Первое, это его практичность. Его можно легко перекрасить отдельно от стен в процессе эксплуатации. Также при желании его можно покрасить эмалью, что также гораздо более практично, чем водоэмульсионная краска. И его можно использовать с замковыми напольными покрытиями, такими как ламинат или кварц-винил, так как он устанавливается после укладки напольных покрытий. Из гостиной и со спальни можно сюда попасть. Также на полу уложен керамогранит. Также все стены выполнены под окраску. Вообще по проекту здесь планируется такая. Чилл, лаунж-зона, будут кресла, можно сидеть, пить чай, кофе, вино, наслаждаться видом. Давай расскажем про остекление. Витражное в этой квартире, в этом жилом комплексе вообще застройщик установил изначально холодное остекление. Что это такое? Стеклопакета нет. Просто стекло и все. И предполагал, что будут пользоваться лоджией, как лоджия. То есть это не будет присоединяться к квартире. Здесь устанавливали стеклопакеты. Все это дело с помощью альпинистов. Снаружи-то все разбиралось. Вынимались стекла, устанавливали стеклопакеты. Ну, такая достаточно большая и дорогостоящая работа. Но зато, я не помню, сколько здесь квадратов на этой лоджии, наверное, квадратов 10-12, квартира прибавила полноценно такое количество квадратных метров. Еще плюс за счет того, что это теперь теплое помещение, здесь вот был лицевой кирпич, лицевой кирпич, утеплитель, разобрали и площадь стала еще больше. Стены в этой квартире выполнены под окраску, но перед этим мы их штукатурили по майкам, пошпаклевали, оклеили гладким ремонтным флизелином, после этого пошпаклевали полимерной шпаклевкой и только потом мы их окрасили безвоздушным способом. Такая технология позволяет получить максимальным качественным результатом окраски. Душевая комната не очень большая по площади, поэтому мы отправим Евгения вам все там рассказать и показать. Воспользуюсь этой честью. Здесь у нас располагается стиральная сушильная машина. Классная техника, кстати, от производителя АСКО. Вверху у нас отсек для хранения порошков. Стены и полы здесь облицованы керамогранитом 60 на метр 20. Производителя Италон. Унитаз подвесной. Гигиенический душ. Здесь все у нас в системах хранения. Вот это вот вся стена, она закрыта мебелью. Вертикальный электрический полотенцесушитель. Если не ошибаюсь, Сунержа, по-моему, наш российский производитель. Вот здесь у нас узел учета. Все выполнено красиво, эстетично. Здесь у нас система отвратечек, фильтры грубой очистки, проточные водонагрировки. В общем, все как всегда. По центру акриловая раковина. Она полностью летая. Такая вот, обратите внимание, какая она объемная. Внизу подвесная тумба. Здесь также вот встроенный смеситель, зеркало с подсветкой. Вот. Ну и, собственно говоря, сама душевая. Выполнена она у нас без подиума. То есть здесь пол в ванне в душевой кабине он выполнен в одной плоскости. Вот в сторону трапа соответственно сделан уклон. Здесь также встроенный смеситель с ручным душем, верхним душем. Ну, естественно, есть стеклянное ограждение. И вот такая вот ниша, в которой уже очень скоро появятся полочки для хранения шампу. Чтобы сделать по-настоящему качественный продуманный ремонт и избежать ошибок, важна насмотренность. У нас на канале огромное количество полезного контента, советов, лайфхаков и обзоров готовых квартир. Поэтому переходите, подписывайтесь, ставьте ваши лайки и увидимся на канале. Я считаю, что у нас получился классный рум-тур. Друзья, напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего в нашем сегодняшнем видео. И, кстати, у нас совсем скоро на канале выйдет отдельный ролик о мебели на этом объекте. Мы расскажем о том, из чего производилась эта мебель и сколько стоила вся комплектация. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь и не пропускайте этот ролик. А я также считаю, что у нас получился классный объект, очень стильная квартира. И я думаю, даже не думаю, я уверен, что наши заказчики здесь будут жить долго и счастливо, как в сказке. Ну, и многие интересуются, сколько стоит ремонт. В день поступает десяток звонков с одним и тем же вопросом. Соответственно, все ремонты разные, стоят по-разному. Ремонт такого плана, именно стоимость работы, то есть наших услуг, без учета материала, стоит в районе 30 тысяч рублей за квадратный метр по полу. Это вот такая цена на сегодняшний день. Ну что, друзья, наш обзор подошел к концу. Рады были увидеться. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров